Всем привет, друзья! Я Игорь, канал Алена Арблог, и я сегодня в Котор, в городе Котор, да. В этот раз я здесь не совсем по туристическим делам, вернее, а совсем не по туристическим делам, а деловой визит. Деловой визит в этот чудесный, красивый, исторический город. Приехал и сразу же опять залип на всю вот эту вот Которская. Невозможно не восхититься старым городом, его монументальностью, его мощностью. Деловой визит я расскажу чуть-чуть попозже, а пока что скажу, что движуха есть здесь в Которе, вам не буду, еще нечто побольше здесь деловой активности. Вот, ладно, пройдусь. В прошлый раз с Аленой мы здесь гуляли, довольно-таки поздно, и этот рынок, который находится, ну, сразу же в начале Котора, недалеко от автовокзала, он был закрыт. Ну, а сейчас он, естественно, работает, потому что раннее утро. Здесь множество рыбы, овощей, пройдусь, посмотрим с вами свежайшая рыба, креветки, морские кальмары, но людей немного. Ну, тут вот, обратите внимание, Бранчин 11 евро, Дорадо 10, ну, цены как везде, по-моему, они везде одинаковые. 9-10 евро килограмм стоит рыбки. Креветки, вот, дешевле, видите, 15-95 евро, а в Будве по 18-20. И мелкая Дорадо 9,5 евро. Ну, сырые стандартные для всех. Hello! Сырые мясо, вяленые, все стандартные. Они как и в Будве. Добрый, да. Грибы, ну, деликатесы. Думаю, что, в принципе, с этим рынком все понятно. Цены такие же, как везде, вы смотрите, грибочки белые. Мне вот так нравится, что здесь множество грибов, множество. 80 евро килограмм сушеных белых, ну, таких вот. И там сморщики, это 300 евро килограмм. Интересно. Наверное, ну, факт, что грибы богат, леса богаты грибами. Надеюсь, непривозные, ну, маленькие пачечки по 5 евро. Лимуград. Лимуград закончился, но овощей и фруктов все равно еще вроде как выбор есть. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, меньше не будет. Я думаю, пора рассказать, что же я приперся-то в этот коттер. А делаю визу. Визу в Хорватию. Почему бы не сделать? В Хорватии интересно. Ну, и мне надо, опять-таки, по делам, по работе, съездить на джава-конференцию туда в одно. Сообщество. Одно сообщество Хорватии проводит под названием Хорватского у друга. Ява, корыстничка, что-то такое. Ну, или сокращенно хуяк. В общем, еду на хуяк, ребята. Это не шутка. Не так называются. Ссылку в описании я оставлю, чтобы вы поверили, что я тут не ругаюсь, а особенности языка. Ладно. Что надо для визы, расскажу после того, как подамся. Потому что с интернета, с ресурсов взял информацию, все распечатал, подготовил. А примут, не примут, ну, уже давайте убедимся по факту, когда я этот вот момент пройду. Вот. Ну, собственно, посольство... Да, посольство Хорватии находится прямо в старом городе, рядом с рынком. Ну, сейчас ближе покажу. Короче, пойдем. Да, ну, зайдя в старый город, невозможно не зависнуть. Он необычный, у него все-таки есть какая-то атмосфера. И если в Будве уже почти... Не, ну, в Будве не то, что почти никого нет. Да есть там люди еще, особенно в таких знаковых местах, как старый город ходят. Ну, здесь вот, видите, с утра вроде бы 9, спать пора. Но нет. Немножко-немножко... Туристы ходят туда-сюда фотографировать, снимают. Ну, так же, как и я, собственно. Как турист. Из делового визитера превратился в турист мгновенно. Ну, потому что не надоедает это все. Ладно, идем искать консольство в Хорватии. Да, друзья, хотелось быстренько пойти и все сделать. Но не все так просто, потому что консульство изменило место. Что бы делали мы без этих блогеров, без таких, как мы и вы, будет гораздо проще. В общем, если думаете про визу, смотрите нас, подписывайтесь обязательно. Ну, не только про визу, если хотите что-то сделать быстро, найти какую-то жизненно важную информацию. Не жизненно важную, а просто полезную информацию, если экономить время. Поэтому обязательно подписывайтесь, лайкайте, следите. Очень много полезного. Ладно, рассказываю, как найти консульство. Но не по тому адресу, который показывает Google Maps. Сразу же там, как заходишь в Старой Башне. Морские ворота там это называется. А напротив морского музея. В общем, несмотря на то, что город небольшой, все тут рядом. Но с учетом того, что уголочки узенькие, это как лабиринт. Поэтому направо-налево-налево-налево-направо, кружок, все остальное. И вот мы добрались. Хорватское эмбасси. Посольство Республики Хорватия. Генеральное консульство. И вот морской музей. Заодно можно сходить и посмотреть, как люди жили раньше. Все эти исторические артефакты. Очень красиво. Ладно. Идем в консульство, потом рассказываю, что и как. Небольшой апдейт. Сходил, конечно же, я в консульство. Но, оказывается, нужно записываться. Все блоги, которые я читал, и советы, люди просто приходили в посольство. И сразу же на месте все решали. Ну, наверное, им так везет. И эти изменения связаны, возможно, с тем, что, как мне сказал охранник, типа, там, после 12 кто-то там придет, вас запишет, скажет, когда-то вам прийти. Вот, напишите письмо или позвоните. Либо его здесь нету, либо же, ну, именно сейчас мне так повезло прийти. Либо это какие-то новые правила. Поэтому вот эти вот контакты я оставлю в описании. Если пойдете за визой, ну, предварительно уточните, стоит ли записываться, или можно просто будет прийти. Вот. А я что? Поработал чуть-чуть. Решил какие-то вопросы и поехали домой работать из дома. Соответственно, Котор встретимся еще два раза минимум. То есть, надо будет еще раз прийти податься, а потом приехать еще и забрать документы. Вот, ехать из Будды полчаса буквально. Там 35 минут стоимость. Там 5 евро, по-моему, билет. Ну, если кому-то интересно. Вот, друзья, такой вот легкий фейл. Черт. Ну, ничего. Бывает. Как вы поняли, визу я еще не получил. И в этом видео не будет счастливой финалочки, где я раскрываю паспорт, и у меня открыта виза. Почему? Потому что. Ну, вы видели недавно, собственно, я как получил от охранника шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы записаться на подачу документов. Я сразу же отправил письмо. Это было два дня назад. Вот. Мне ответили спустя два дня. Ближе к концу рабочего дня. Мне прислали плюс 14 дней от этой даты. То есть, две недели надо ждать. И спросили, вам подходит? Срочно отвечайте на почту. Ну, естественно, ответил. Вот и жду. Поеду через две недели подавать документы. Исходя из того, что в прошлом году и вся информация, которую сейчас я находил в блогах, у ребят, которые в прошлом году получали визу, она уже морально устарела. В этом году все сложнее. И еще один грустный минус. Коллеги, которые мои уже получили визы, говорят, что ставят концу ровно на те даты, которые ты подался. Если подался на три дня, а ровненько на три дня консул выдает визу. Это граждане Российской Федерации, не знаю, как для белорусов, более чем уверен, что то же самое. Увы. Есть везде, к сожалению, вопросы с получением виз. По стоимости она будет стоить 35 евро, если обычная скорость там, я так понимаю, неделю где-то минимум будут делать. А ускоренная 70 евро. Я, конечно, попробую по ускоренной, потому что, ну, получается у меня по датам, я отдам паспорт в конце месяца, мне уже в начале октября ехать на конференцию, и я могу не успеть. Добрый вечер называется. Теперь по документам. Давайте расскажу, что нужно подготовить, что я подготовил. Первое. Фотографии. 45 на 35. В Будве есть, ну, что-то аналог типа Дом быта. Там они их сделают. Он. Они. Он. Хороший человек. Быстро, вежливо. 1 евро. Вот эта штука стоит. Или 4? Не помню. Вот. Потом. Выписка из банка. Они требуют за 3 месяца минимум. Вот. Но у меня только один. И, судя по отзывам коллег, там тоже у кого-то было 2 месяца, ну, что было, то и взяли. И я более чем уверен, что на условные там 3 дня этой визы вполне себе подойдет выписка и месячной давности. Вот. С мокрой печатью. Хипотекарная, например, за это взяла 5 евро. Которые блогеры писали, что они брали из банкомата распечатку с карточки, и им подходило это. Ну, я не знаю. На всякий случай решил взять уже бумажку посильнее. Далее. Далее. Так как ты летишь самолетом, или если ты едешь автобусом, то надо предложить билеты. Билеты я взял, оплатил Рейнэйром. Кстати, Рейнэйр меня удивил. Всего лишь 13 евро. 13 евро туда, 13 евро обратно. То есть, 26 евро. Ну, до подгорицы дороже доехать на трансфере. Выгодная цена. Вот. Ну, понятно, Рейнэйр это только с одним рюкзачком. Если вам надо еще что-то дополнительное с собой не везти, то доплачивать за багаж. Там дополнительные 10 килограмм 15 евро стоят. Вот. Или 10. В общем, на сайте будет видно, там рассчитывается в зависимости от аэропорта, от количества километража, что ли. Вот. Далее. Судя по списку документов, тоже, которые все-таки я собирал, везде фигурировала еще обязательность оплаченной брони на букинге. Ну, на букинге, на РНБНБ или еще где-то. То есть, факт того, что у вас есть уже оплаченная бронь. Ну, понятно, что всякие ситуации есть. На букинге тоже можно найти такие места размещения, в которых можно будет вернуть деньги. Вот. В моем случае уже я не верну. К сожалению. Вот. Ну, оплачивайте и распечатывайте. Ну, и заявление на получение хорватской визы. Ссылочку я оставлю на сайт. И я так думаю, что... Ну, я распечатал она на русском. Где-то фигурировало то, что она должна быть на хорватском. Поэтому я, наверное, все-таки на всякий случай возьму и переделаю. Или распечатаю. Время еще есть. Вот. Поэтому... Ну, лучше заполнять, да, на их языке, на хорватском, латинкой, чтобы не возникло никаких вопросов. Вот. Меньше, чтобы было вопросов. А, ну, еще и, конечно же, страховка. Страховка по сумме не менее 30 тысяч евро. Там на три дня вы едете или на полгода, неважно. В поездку должно быть не менее 30 тысяч евро. Я оплатил по страховку компании Юника, местная. Стоила она 7 евро вроде бы. Вот. Ну, распечатал, положил. Далее с собой что надо взять? Сканы паспорта. Сканы паспорта. Не просто страничку с вашим лицом, с вашей фотографией. Но еще и все штампы, все визы. Ну, куда ездили, виза стоит, штамп стоит. Вот эти копии тоже им нужны. В логере писали раньше, что они приходили, консул сам им снимал копии. Вот. Ну, не знаю, сами понимаете, все уже не так. Ну, и копия Боровака. Если есть вид на жительство, то, собственно, его с двух сторон тоже копируете, подкладываете. Вот. С этими документами пойду я в консульство, еще раз в Котор. Так что об этом сниму отдельное видео. А на сегодня, наверное, все с этой историей. Будем прощаться. А от вас жду в комментариях информацию, может быть, кто-то уже тоже получал визу в Хорватию, в Словению. Поделитесь, как процесс проходит, как быстро это все происходит, цены. Ну, это будет очень полезно всем нам. Ну, и, друзья, спасибо вам большое, как всегда, за ваши комментарии, за то, что вы подписались, за то, что вы поддерживаете нас по-всякому и делитесь информацией. Она очень полезная. И всем вам, друзья, от меня сердечко с Будвы. С пасмурного Будванского дня. Сегодня у нас солнышко спряталось уже пасмурно, но я уверен, что тучки скоро разойдутся и снова будет солнце. Ну, здесь в Будве всегда солнечно. Обычно всегда солнечно. Вот, друзья, пока. Увидимся в новых видео.